Мои легкие оттекли, и врачи констатировали смерть. Они не смогли меня спасти. Было поздно. Родители плакали, потеряли сына. Но я был мертвым недолго. Через несколько минут я вернулся. Мною уже никто не занимался. Я уже был мертв. Врач пытался лишь успокоить маму мою. А я вернулся. И не просто вернулся, а был еще исцелен. Мое воскрешение попытались объяснить именно... Как-то попытались объяснить. Но очищение обоих легких и исцеление они никак не могли объяснить. Но короткий момент моей смерти был для меня очень важным. Я по Богу ничего не знал. Никакой теории. Ни мусульманская, ни иудейская, ни христианская. Никакой. Никакой мусульман, ни иудейская теория. И, по-моему, не христианская. Но я пережил с ним встречу. Но я пережил с ним встречу. Личную встречу. Я был перед ним. Я знаю, что такое выходить из тела. Знаю, что такое быть перед Богом. Не до наслышки. Это моя личная история. Я знаю, что это означает, чтобы уйти из тела. Я знаю, что это означает, чтобы бороться с ним. Это не как я слышала что-то. Нет. Это что-то, которое я реально испытывала в моей жизни. Хотя прошло уже почти 40 лет. Но я до сих пор скажу. Это для меня как камертон в моей жизни. Не понимая, что почти 40 лет прошло после этого. Это как камертон в моей жизни. Что такое камертон? У музыкантов есть, да. Звук тюн? Звук тюн. То, что создает тон всей жизни. Но я не музыкант, я художник. Интересно, но я художествен. Но у художников тоже есть понятие камертон. Я участвовала в школе preserving книги. Ответы тоже есть вот этот звук. Они тоже имеют перев Bin'd. Они имеют термин. Вот, и что еще сказать? Что мне сделать? О Боге. Какой Он? Он очень хороший. Он очень хороший! Бог хороший за что? Бог благое! Бог благое! Бог благое! Его благоеет всегда! Он действительно очень хороший! Он очень хороший! И это не подхальмаш! Это не потому что я священник! И я говорю это не только потому что я пряст! Это потому что он хороший на самом деле! Я реально в жизни ничего лучше не видел! Даже не то что тогда первые 12 лет, даже и сейчас! Мне нечем сравнить! Я не видел ничего лучше, чем его! Ниже раньше я встретил его, ни после того, что я встретил его! Я даже не могу сравнивать его с ничего! Я знал тогда любовь мамы, папы! Но это нельзя было сравнить! Я знал любовь моей собаки! И она меня очень любила на самом деле! Она меня облизывала в детстве! Она на меня смотрела! Она смотрела на меня! И я понимал ей, скажи жизнь отдать за меня! Она отдаст жизнь сразу! И я поняла, что если я способен сказать моему собаку «Дай свою жизнь для меня!» Он сделает это для меня! Но его глаза, они были еще больше даже, чем глаза вот этой собаки или человека или кого угодно вообще! Не передать! Но его глаза, они были даже больше, они были даже больше, чем любая собака, чем любая собака, любая личность! Я даже не могу это объяснить! И я вернулся! Не буду подробно рассказывать, это очень долго! В земном измерении было несколько минут, но там это было очень много всего! Тем более я убедился, что в принципе рассказывать об этом почти бесполезно! Это другой мир совсем, это другое измерение! Помрете, сами поймете все! Если что-то, то вы увидите, то вы испытываете это, но по своему собственному! Не серьезно, ребята! Потому что сколько ни объясняй, это не объяснимо! Без всякой обиды! Это просто мое наблюдение! Это просто мое наблюдение! Хаджана Среддин говорил, сколько ни говори халва халва, во рту сладко не станет! Хаджана Среддин сказал, что он очень хороший! Очень добрый! Я все эти сорок лет я просто познаю вот это! И как бы... Мои человеческие мозги не в это вмещают! Вся доктрина о Боге, все доктрины о Боге, как о создателе, для меня это как попытка объяснить любовь! С помощью физики, химии, биологии! Это много объясняет, очень много объясняет на самом деле! И любовь можно объяснить и химией, физикой и биологией, да! Это правда! Но даже, если ты будешь Нобелевский лауреат, и ты объяснишь любовь с помощью химии! Но, когда ты влюбишься, ты поймешь это, Не как химик. Мне друзья из Израиля написали одну историю. Несколько дней назад она была. Недель. Маленькие котятки, подростки, играли. И вдруг большая собака прибежала. Она видимо вырвалась от хозяев. Бойцовская собака. И эта собака бросилась на косяк. И она бы их просто... Ей на один зуб, этим словом. И вдруг откуда ни возьмись, прибежала кошка. Мамы и дни. И она такая... Притом кошка такая невиданебеличие. Вообще такая невиданая. Не знаю. Но эта кошка, она всеми когтями, какие есть у нее, вцепилась в эту собаку, морду раскрыли ее. До самого глаза. Распорола когтями. А собака перепустила эту кошку, конечно. Но вся окровавленная собака убежала. Люди просто обомлели просто. Котята были спасены. Котята были спасены. Я у себя в церкви рассказал эту историю. Я говорю, знаете, эта кошка о Боге знала больше, чем очень многие богословы. Потому что Бог есть любовь. Потому что Бог есть любовь. Ладно. И что еще рассказать? Я стал православным священнослужителем. Будучи художником, я стал ходить в храм, посещать храм, читать, петь. И руководить хоруфом. Просто стильский храм. В 1987 году я стал в одной из храмов читать, петь и руководить хоруфом. Просто стильский храм. В начале 1988 года священник сказал, Сережа, может ты уже пойдешь на полную работу, не просто раз в неделю, два раза в неделю, а каждый день будешь у нас в храме служить, будем тебе зарплату платить, будешь уже работать на полное время. Я согласился. В начале 1988 года. В начале 1988 года. В начале 1988 года. В 87-м, де факто, отдаю Ру. В 88-м в начале 1988 года. В 88-м в начале 1988 года я предложила приобрести храмов в храме службы. И я стал таким уже церковным служителем, штецом, ипотеаконом, ипотеаконом потом. К сожалению, я стал со временем отходить от Писания, Которой я жил до того. Я извиняюсь, не рассказал, что когда я пережил смерть и воскрешение, я без Бога не мог больше себе представлять в жизни. И первой моей Библии были книги по научным атеизмам, где я находил цитаты из Писания. В моей первой Библии были книги, атеистские книги, где я могла найти цитаты из Писания, и я изучала эти цитаты, потому что... В советской войне не было. В Советской войне не было. Все были ваши. Так что я изучала из атеистских книгах, Искриптики. Чтобы знали это по сердцу. Да, там находились места из Писания. Какие из Библии? Я даже помню, есть некоторые места. Первая была из пророка Иеремии. Я даже помню некоторые из них. Первая, которая была из пророка Иеремии. Там очень большая цитата была, и она начинала словами, «Так говорит Господь». Меня просто меха радила от восторга. Раньше, думаю, пока не были люди, которые верили в Бога и знали Бога, могли слышать Его и записать это. Я не знал, что есть люди на земле, которые верят Бога и знают Бога. Я не знал об этом. Я не знал, что есть люди, которые знают Бога. Верующие. Потому что всех меня окружали, взрослые, с кем я пытался поговорить, мои сверстники. Никто, даже Бог, я вообще ноль информации. Ноль информации. Потому что все, кто окружал меня, они не верили в Бога. И информация равна зеро. Абсолютно зеро. Абсолютно зеро. Вот и... Да. Когда я попытался, допустим, родителям кое-что рассказать, и тети, то меня стали показывать врачам уже, что думали, может, у меня осложнение какое-то там. Врачи, тем более, забугали, что могут быть последствия вот от того, что я был мертв. Последствия на мозг. У меня мозгов хватило больше не рассказывать ничего. у взрослых. Но я понял, что у взрослых большие проблемы. Вот я попытался с верстниками поговорить, ну, с одноклассниками об этом, о своем опыте. Я пытался поговорить с моим партой и тенингерами об этом испытании. Я сидел за одной партой с одним товарищем моим. Я сидел с одной партой с одним товарищем моим. Моя фамилия Журавлев, его Гусев. Птичьей фамилии. Моя фамилия Журавлев. А фамилия как журавлев. Это один вид в английском. И его фамилия был Гусев. Это как гус. Таким образом, два типов птичьей фамилии. И мы с ним летали в госке. И мы с ним летали в госке. Мы летали в госке. Мы летали в госке. Мой товарищ любил фантастику читать всякую. Мой товарищ любил читать фантастику. И когда я ему рассказал, он сказал, слушай, это тебя инпланетяне похитили, наверное. И когда я ему рассказал, он сказал, оооо, ты должен был уничтожен с алиэнсами. Я сказал, ты вообще ничего не понял, молчи вообще. Я сказал, не говори об этом. Пожалуйста, shut up. И я хотел с ним поговорить, я не знал, как с ним разговаривать. Я приехал домой, я просто плакал. Потому что я хотел хотя бы секундочку ему в глаза посмотреть снова. Хотя бы секундочку. Я не мог без этого жить просто. Его реальность более реальная. Когда я был перед ним, у меня было такое чувство, что 13 лет я проспал, и вот наконец-то я проснулся. А после возвращения эти дни были ужасны тем, что как депрессия. Я понимал, что я как бы сплю, но я не могу проснуться. Я не могу посмотреть ему в глаза. И я научился разговаривать с ним, не выходя из тела. Я научился во сне. Да, во снах учился всему. Моя первая библейская школа была сны. Да, во сне я учился всему. А перед тем у меня была такая, я вообще хотел с ним разговаривать. И перед тем такая идея возникла у меня. Я думал, что я специально простыну, поем много мороженого, заболею. И чтобы с ним снова увидеться хотя бы. Я даже был готов на это, лишь бы хотя бы секундочку, и мы снова посмотрели глаза ему. И пока в школе на уроках я сидел, я об этом думал, и я уже планов не созрел уже. Но не дошло дело до мороженого. Во сне он меня научил. Что можно с ним разговаривать, не умирая, не выходя из тела. Находясь в теле, не видя его, разговаривать с ним. В другом сне я узнал, что он мой отец. Для меня был такой стресс. У меня мама, папа, я никогда не думал, что у меня есть отец, тем более Бог, мой отец. Для меня это было вообще. Я помню первый раз, после первого сна я поговорил с ним. Я закрылся, и думал, если я позорюсь, то уж один на один. Я разговаривал с тем, кого не видел. И я подумал, что если я пытаюсь говорить, что если я позволяю говорить с ним? Так что я встретил кого-то, кого я не видел. Я говорю, Бог, прием, это Сережа. Да, hello, 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 this is Сережа. Да, значит, прием, там, я ему все рассказывал, как во сне. А во сне я видел, как можно пересказывать ему, не видя его, а во всем, что происходит в твоей жизни. Многие сны, которые я видел тогда, они исполнились через 20 лет и больше, и позже. Некоторые сны до сих пор не исполнились. Но самое удивительное, что я нашел из Библии цитаты. В это время. И стал охотиться за этими цитатами из Библии. Много книг по атеизму я перелопатил, чтобы найти эти цитаты. В 83-м и 84-м году у меня товарищ один помог мне. Это был товарищ из художественного училища. Я закончил школу художественную и пошел в училище художественное. Я закончила школу художественного училища и пришла в училище, как университет. По статусу, да. Да, по статусу был другой совсем. Да, это был другой статус. Сейчас он все другой. Теперь это называется университет. Так вот, и у меня были друзья. Одним словом, этот товарищ мой, он чуть постарше меня, он достал мне Библию. Я рассказывал ему о своем опыте. Он был очень сильно удивлен. Он был первым человеком, который о Боге кое-что знал. Он не имел практики никакой, но имел теорию. Его бабушка была православной прихожанкой. И он достал мне Библию. Вначале доставал только на месяц почитать. Я знаю, что есть временные чудеса. Я несколько раз пережил временные чудеса. Когда время замедляется или наоборот быстряется. Ага, ой, time miracles, I'm sorry. I experienced some time miracles when seems like the time is slowing down. And, yeah, but for you it's like longer. Я думаю, в ближайшее время эти чудеса усилятся. I believe in the nearest time these miracles will become more concentrated, stronger, more often. Первым такой большой урок будет мое свидетельство, хорошо? The first kind of lesson will be my testimony, okay? And then we'll come to this, okay? Вот, и в течение месяца я, во-первых, прочитал всю Библию. And for the month, first of all, I read the whole Bible. При том, что я работал, что я учился в училище, одним из того, что был загружен учебой. By the way, I was studying in the university during that time, and I was over-occupied with studying at the university. Ну, там как раз еще, ну да. Вольный слушатель был. То есть, получается, да, значит, поступал в училище. Была большая нагрузка, но в течение месяца я прочитал Библию. Больше того, успел много что переписать. Потому что тогда я не был уверен, что еще раз Библию могу получить. Потому что в тот момент, я не уверен, что я смогу получить Библию опять. Я старался, сколько успеть, записать себе. Я пытался писать, как я могу. Я записал по себе полностью Евангелие от Матфея. Это в течение всего одного месяца я рассказывал об истории. Я говорю, я говорю, это было только для одного месяца.